Итак, уважаемые господа, это ютуб канал Жирный Голубь, и мы дожили до очередного, уже второго выпуска очумелых ручек. Значит, что делаем мы? Мы делаем антихейтерское копье в этот раз из ненужных садовых фонарей. Вот так вот. Ну а перед этим я расскажу о результатах прошлого эксперимента. Вот, я напомню, вставлю 2 секунды видео, посмотрите, что это было. Это было на камеру из носка, мы делали ветрозащиту для камеры. Притом для веб-камеры мы делали её, и я расскажу про результаты этого эксперимента. Результат хороший, хороший, отличный. Во-первых, всякие чвяканье, хуяканье, они пропадают, пропадают. Это факт, это респект, да. Ветрозащита работает. И при этом лицо невинно становится, да, что хорошо, кстати. Поскольку, если лицо будет грустное, как мы знаем про Добкина, про мэра Одессы вроде, или Львова, да, если лицо будет грустное, тебе денег не дадут. Вот, теперь, как из садовых фонарей сделать антихейтерский вот этот вот такой вот, как я сказал, копьё. Я назову это копьём всё-таки. Я не знаю, как это назвать, это что-то такое двуручное. Короче, снимаем вот это всё, да, верхушку с них. Вот, одна нам не нужна, короче, палка. Нам только одна нужна и две вот этих вот штуки. Вот, берём и вставляем их вот так вот. Антихейтерская получилась такое у нас. Видите, острое какое. И с другой стороны, антихейтерская, видите, какое тоже острое, да. Потому что они когда будут писать свои комментарии, короче, им надо, короче, вот так. Вот, допустим, хейтер, вот, чисто это хейтер, вот. И он комментарий написал, а ты его хопа, прям ударишь, прям в сердце комментарии ударяешь. Да. А потом представим, что вот эта вот штука, это второй хейтер, да. Это вот так должен сразу сделать, вот так вот, раз. Очень быстро только. И ударяешь ему прям в сердце второго комментария, ему ударяешь. Вот, и становится нормально. Вот. Вот, классное изобретение, да. Вот. Вот, изобретение просто супер на самом деле. Да, такое вот чумелых ручек никогда бы не показали, да. Но оно классное. Так, о втором использовании, короче, этого изобретения. Второе использование у него, конечно, есть, да. Вынимаешь одну из сторон. Вынимаешь одну из сторон. И в результате вот сюда втыкаешь пробку. У нас пробки, правда, нету, да. Я воткну что-то другое. Но надо, короче, пробку от бутылки из-под шампанского какого-нибудь воткнуть, да. Чтобы была деревянная. Вот, втыкаешь пробку сюда. И это очень важно, пробку воткнуть, потому что что-то такое деревянное должно быть, да. И вот это вот обязательно смачивать после использования, как ее, святой водой. Потому что будет портиться, да, иначе не будет действовать, короче. Вот такой вот. Сейчас покажу, сейчас. Вот. Сейчас мы вам покажем. Какого-нибудь, давайте, блогера вызовем, да, какого-нибудь. В студию в нашу. И посмотрим, что этот блогер скажет нам. Вот, 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 видите, вот блогер. Блогер какой, видите, какой блогер, да. Интересно, что он скажет нам, давайте. Блогер, говори. Мне вот бы, мне бы, мне бы, как это сказать, мне бы процессорик другой. Ну, видюшку помощнее. Ладно, ребят, это тема, конечно, это тема бесконечная. Компы, это тема бесконечная и, пиздец, затратная, конечно. Это ты нормально, что ли, говоришь, да? По-моему, он какую-то нам ненормальную хрень сказал. И смотрите. И берем этого блогера, и, соответственно, ему, в это, главное, попасть в кнопку отписки. Прям вот этой вот, хоба. В кнопку отписки попали, и блогер убежал, улетел. Вот так вот. Вот видите, какая классная вещь. Двойное назначение получилось. Но это еще не все. Наши очумелые ручки, они еще не то могут. Вот антихейтерские сделаем нож, и будет у меня антихейтерский этот кинжал, да? Кинжал или копье, не знаю, как это назвать. Скорее всего, это копье. Мне кажется, что оно похоже на копье, при том наметательное. Вот на самом деле. Но я им кучу вот так, да? Вот так. Раз, смотрите. Потом вот так два. Вот. А поскольку наши ручки очень очумелые, мы вам покажем еще одно изобретение в этом выпуске, да? Вот это нам вообще не надо, вот эти штуки, что снизу, да? Вот. Вот эти нам вообще не нужны с лампами. Вот эти штуки не нужны. Вот. Вот эти вот штуки можно использовать, во-первых, как эти самые воронки, да? Для бутылок, да? Но они очень медленно будут сочиться, да? И можно прорезать, наоборот, дырку, использовать это как воронки, да? Потому что воронки хозяйстве, конечно, нужны. А если дырку заклеить, как-нибудь заткнуть чем-нибудь, каким-нибудь пластилином, то можно как водочные рюмки это все использовать. Я вригут, распада? Я вригут. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...